Всем привет! Вы на канале Наша Жизнь в Америке. New life is my life. И сегодня распаковочка. Последняя. Мне еще не последняя будет до распаковки, потому что еще не все пришло. Ты будешь резать сегодня? Только не отрежь ничего. Короче, мы распаковываем подарки, которые приходят с Алиэкспресс, с Амазона, по всему. Зайка, он какой-то холодильник. Мне кажется, что он должен был быть цветный. Не-не-не, такого-то. Такой хороший. Мне он нравится. Ну, в общем, он как-то... Так, Зайка, он тебе тоже нравится. Зай, он миленький. У него разноцветные глаза. Так вот ты не видел, что ли, когда он заказывал? Мне кажется, мы не совсем это заказывали. Мы и этого заказывали. Посмотрите. Мы красивы, правда? В общем, он красивый, но это не игрушки TY. Зай, они похожи, но это... Это подделка. Блин, это конкретная подделка. Вот дай мне мой планшет, пожалуйста. Зай, ну давай не будем прямо сейчас в твой планшет смотреть. Ну ладно, если это не то, то я включу, покажу, что мы заказывали, и Алиэкспресс будет плакать и возвращать нам баблище, потому что это конкретная подделка. Ну, естественно, это подделка. Это не та игрушка. Ну, посмотри, у него мордочка какая-то. Красивая. Такое впечатление, что... Он немножко помёмся в этом... Так, Серёж, мы не будем прогонять его. Мы его прогонять не будем, я просто говорю сейчас за ту компанию, которая, блин, скорее всего, подогняла. Зай, ну посмотри, у него ни бирочек нету, ничего. Ничего, а там он был с бирочкой. Ну, так они поэтому хитрят, наверное, лидерство. Так они должны продавать то, что показывают? Тише, не сломай. Ну смотри, он хороший. Зайка, он подружится. Давай глянем всё-таки. Зай, ну шатун посмотрим. Давай сейчас будем делать раскопку. Короче, с котом нас, по ходу, развеют. Значит, я буду раскрывать. Ты когда раскрываешь, получается, это самое. Это вообще что-то лёгкое. Мы думали одно, потом решили другое. В общем, сейчас увидим, что это будет. Что? Это два бампера, как я сказал. В общем, это два бампера на телефоны. У нас у Катаринки есть телефон. Она носит его, она носит его в одном числе. Но... Ты решил убрать теперь. Я решил его поменять, потому что под палец он закрывает кнопку и не очень удобно пальцем его... Давай. Ой, ты же поцарапаешь. Ой, ну ты только что сам чуть не хочу. Короче, неудобно. И поэтому я просто купил ей бампер. Вот. А Антошка у нас получает телефон на Новый год. И ему тоже нужен бампер на телефон. Я не хочу, чтобы они одевали в здоровые чехлы, так как это делает наша мама. Это сейчас что будет? Вот. Я просто хочу, чтобы они одели вот в такой бампер. Вот, он треснут. Он не треснут, он разбирается. Офигеть. Вот. И все, аккуратненький бампер. То есть, когда на стол ложишь, он получается на стекле лежать не будет, телефон. Он алюминиевый? Ну, якобы, да. Ну, я смотрю. Какой-то сплав. Какой-то типа металл. Вот. То есть, его и спинкой можно ложить будет, и лицом вниз. Он не будет на стекло ложиться, не будет задняя сторона царапаться. Так у меня тоже вот это вот. Куда тебе? Ну... Ты в сумку положишь вот такой телефон? Нет. Ну, выдержусь. Вот. В общем, я заказал два одинаковых бампера, потому что оба телефоны золотые. У них будут вот такие вот золотые рамочки. Ну, в общем, тут вот, чтобы кнопочка не потерялась. Ну, зачем ты ее нажимаешь? А, вон там подложечка, она не потеряется. То есть, все аккуратненько, оденем, попробуем, потом расскажем, как получится, да? Что? Все хорошо? Класс. Теперь моя очередь. В общем, вот два таких золотых бампера и очень хорошие вот такие вот штучки можно будет потом... Антоше, кстати, надо было коробку делать из этого. Они сделали коробку, чтобы провести опыт, сколько лед сохраняется в пенопластовой коробке. Это хубик. Я сейчас тут плачу. Блин, пускай было еще меньше, но... Тихо. Зато как хорошо запечатано. Столько бабла там. И это просто пакет, это не просто бабла. Блин, это хороший пакет, зайцы. Не нервничай. Не нервничай. Не нервничай. Ну, я ожидала, конечно, немножко больше ворот нервы от себя. А змею-то мы какое получение показали или нет? Показали. Показывали? Блин, ну это вообще. Ну, это не про физику. Знаешь, как хорошо нервы будет испытать? Шарик подкатается куда-нибудь? Ну, я вообще недовольна зайка. Пошлем обратно. Я тебе сильно говорю, я недовольна. Шарика не видно. А, вон шарик есть. Шарик должен быть, мне кажется, с этой стороны зайка, а не внутри шарик. Кубик катался. Его надо вот сюда и вывести сюда. Мне тоже кажется, что он должен быть снаружи, а не внутри. Как мы его внутри будем ловить. А куда ты его выведешь? О, вывелся. У меня все равно недовольный, мне не нравится. Он очень прозрачный. Ну, видишь, цвет, наверное, просто отображался на картинке не так качественно, как хотелось бы, да? Ну, правильно, он падает и переход на другой уровень. Ну, в общем, какая-то сложная игрушка. Какой-то очень прозрачный этот синий цвет, да? И шарика не видно. И размер маленький, да. Размер маленький, да. Ну, размер... А что другое? Размер, конечно, мы могли посмотреть сами, мы, может быть, не приняли во внимание. Но на фотографии он выглядел гораздо больше. Размер. Вот шарик появился. Блин, у меня все время проваливается. Ты лошадь. Как ты не лошадь. Ты лошадь. Какая-то маленькая вещь. Что-то я сегодня не понимаю. Какие игрушки приходят? Вот это я, вроде, заказывал белого цвета. Я точно не помню, конечно. А вот это не. Короче, это прибамбасы для Apple Pencil. Так как у нас катаринка получает планшет с Apple Pencil. А у Apple Pencil много прибамбасов, которые теряются. Вот чтобы это не терялось. Короче, это в Apple Pencil одевается на колпачок, когда ты его снимаешь, заряжать. Бросаешь. Чтобы оно не потерялось, оно будет вот так вот на Apple Pencil висеть. Так? А в этом? Это защитная дюбка на карандаш. А это чтобы она не терялась? Потому что дюбкой рисует? Нет. Вот она, кстати, будет теряться. А это... Еще какая-то штучка. Это вот сюда будет вставляться. У него есть переходник, чтобы заряжать его... Блин, такая сложная схема. От провода. И, короче, чтобы этот переходник не потерялся. Короче, это мы, может, покажем потом, когда будет карандаш, чтобы не рассказывать на патте. Да. Это, наверное, лучше всего про это записать. Это прибамбасы для карандаша. Они стоят там что-то, короче, доллар двадцать, доллар пятьдесят. В общем, копейки стоят, но вещь нужная. Поэтому... Как мы их упаковывать будем? Ложить туда? Да. А это? А это очень нужная вещь. Да. Это как-то не новогодняя вещь. Я хочу распаковывать подарки. Это не совсем новогодняя вещь, но она надо для того, чтобы работать с компьютером Apple, который типа Mac или там, я не знаю, еще как-то. Ну, в общем, у нас Mac mini, и мы столкнулись с такой проблемой, что когда мы хотели записывать экран, ну, например, типа мы записываем вот для вас экран и говорим что-то, то экран записывать не можем. Мы можем, а звук записывать не можем, потому что, когда ты вставляешь микрофон в штатное гнездо, ничего не записывается, он предназначен... Ты так говоришь, как... Говорить так, как ты знаешь, что такое штатное гнездо. Не для микрофона и бла-бла-бла. Гнездо было у наших попугайщиков. Короче, для этого вот такой вот переходник. Его вставляем в USB, сюда вставляем наушники, сюда вставляем микрофон и записываем экран со звуком, со светом, со всеми делами. Короче, вещь нужная, не новогодняя, это надо мне, это надо Антошке. И оно пришло. Стоит тоже полтора доллара где-то на Алиэкспрессе. На Алиэкспрессе, да? Да. Вот это нормальный лишний подарок. Вот это вообще нормальный орешек, хотя бы одна. Вот это? Вот одно нормальное орешек. Надеюсь, цвет... Спокойно себя... А то уже один спокойно лежит. Опа, все мои деньги пришли. Потому что надо не выделываться, а сразу покупать то, что знаешь и все. А почему ты те взял? У меня тогда было такое настроение. Ну просто те очень серые, эти очень белые. Они на этом самом, блин, ну на планшете цвет был более светлый, понимаешь? Белый. Более светлый. Просто этот вот я вижу, он светло-серебристый, да? Да. А тот темный металик серебристый. Да. Но я тогда почему-то почитала, посчитала. У того показано, что больше, типа, ну... Звезд? Не звезд. Больше по времени, типа, он может держаться в течение дня. И я подумала, что я все время одно и то же, одно и то же, вот выкупила. И теперь у меня есть опасные деньги. Но я ими уже начала пользоваться. Это что у нас? Нойбелин. Нойбелин. Короче, стоят они где-то четыре с хвостиком. Угу. Их можно вернуть. А те, которые мы купили, написано... А мы ими уже пользуемся и тоже довольны. Да? Но мы в другом месте ими красим. В другом месте? Ну, в смысле? Квасим? Красим. В каком-то месте ими красим? Ну, не здесь, где светло, а немножко оттеняемым. Вот. Короче, блин, мы первый раз столкнулись на Амазоне с такой фишкой, что нельзя вернуть. Причем нам вернуть получилось надо две вещи. Мы хотели вернуть вот эти предыдущие тени. И что еще? И купальник нам не подошел. И купальник нам не подошел. Так тени, блин, они, короче, говорят, мы вообще не принимаем. Мы такие офигели. А за купальник, говорит, 3.33 заплатите за возврат. Ну, мы его вернули. Хотели втюхать дочи, но дочи сказала нет. Уносите его сами. Короче, еще один подарок идет у нас сюда. А сейчас? А сейчас? Ну нет, Сереженька. А вдруг ты его заверешь? Надрежь. Надрежь секундку и вместе давай. Дела бы не так хочешь. Сейчас она. Короче, мы открываем скоттоферму. Саша у нас заказал кота. Сначала мы ему купили кота. Мы его увидели с среды. Смотри, какой он красивый. Ну, посмотри, какой он красивый. Кот в ад. Да он вообще прекрасный. Он под тебе под кофту подходит. Это будет мой фрейм. Это кот Леопард. Смотри, какой у него шерсть. Ну, вот смотри, какой он. Ну, вот качественный же, да? Да вообще. Посмотри, какой классный. Саша, еще больше там будет. Не было больше. Вот, и мы будем вместе с ним расхит сочетать. Не, ну вот этот классный кот. Блин, у него такая, смотри, какая морда. Зайка, смотри, какие у него глазки красивые сделаны. Этот, конечно, маленький, хороший, но они уроды. Ну, смотри, у него глазки красивые. Да у него глаза шикарные. У него прямо со зрачками. Блин, у него такая морда, он прямо смотрит, как будто смотрит. Вообще шикарный, мягкий, пушистый. О, я представляю, как Саша так полетит. Он еще танцевать может. Класс, все готовы? Нет, кот вообще, знаешь, ты что сидишь там? Ну, а что завтра заберем? Давай тогда я иду распаковываю эту коробку. А это, короче... Мы не знаем, что это, Зайка. Он там очень легкий. Мы знаем. Прямо с такими наклейками Fragile, типа, опасно, хрустальные и все дела. Здесь должен быть конструктор Майнкрафта. Зайка, он такой легкий, что мне кажется, что он в коробку просто присылает. Ну, там пересыпается. Ну, там пересыпается. Фот устал тебя, смотри. Как сомришь? Как сомришь стоит. Ну, уже ты с ним будешь играть или сомришь? Ну, я буду. Может, у меня мечта знаешь будет. Так я не понял, уже просто. Сейчас вы увидите эту коробку. Сейчас вы увидите эту бумагу. Вот эту вот всю бумагу. А потом вот эту вот коробочку. То есть, вот так вот поставим для контраста, чтобы понимать, что в чем приехало. Ну, это то, что мы заказывали. Ну, потому что это не один. Ну, конечно, не будет. Короче, прикол этого конструктора в том, что вообще объемные... Ну, я не знаю тогда, как сформулировать. Правильно. Из лего можно объемные вещи строить. Но обычно как-то это либо какая-то машинка там, либо ну там какие-то домики на какой-то поляне, да. А тут что интересно в этом, что будет строиться домик, а в домике можно тоже строить. Это внутри, короче, это внутри земли уже пошло. Ну, как в Майнкрафте. Ну, хорошо, в этом, в подземелье можно построить еще что-то. Правильно? Да. Мы с которым тебя внимательно сходим. Кот уже офигел просто. Ты думаешь, что за тема такая? А-а-а. Смотри. Вот, мне кажется, у нас сегодня с тобой будет вещь. У кого дети играют в Майнкрафт, вы видели, что они там выкапывают, выстраивают внутри помещения, грубо говоря, что-то строят. Ты что будешь собирать этот конструктор? Ну, короче, в общем, тема классная, но еще раз, чтобы это было понятно. Мастера упаковки, блин, 80-й уровень. Так, короче, это сюда. Что, все? Да. Ну, все, вот такая вот небольшая распаковка подарков. Выберем на канале. У нас еще свинники. И желаем вам хороших и приятных подготовок. До встречи, у Юри. Пока-пока. 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 Пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока. Пока-пока-пока.